Понимаете, не дать выиграть этому и не дать проиграть тому, это как бы, если вы с футбольной точки зрения смотрите, то это ничья. Здесь ничьи быть не может. Но вообще вот эта формула, разработанная Генри Киссингером в 70-е годы, она сегодня не работает. Она все, она устарела. Есть ли Америка, есть ли правда? То есть я не убежден, но это верно, что Байден сформировался в эти годы, да, и как политик, и, возможно, Гарри Кимович прав, да, что он еще живет в этой парадигме. Но этой парадигмы больше нет, потому что мы видим, что Соединенные Штаты сейчас, во-первых, в 70-х не было Евросоюза. И это сейчас серьезный полюс, очень серьезный полюс. Поэтому это уже не треугольник. Это точно не треугольник. И Соединенные Штаты, вот у них есть вот настоящие союзники, да, потому что все же большинство европейских стран, несмотря на весь антиамериканизм, который у них существует, ну, скажем, во Франции, там, да, или, 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 там, ну, в Германии его меньше, да, но во Франции его больше. Но, в принципе, они есть союзники Соединенных Штатов, потому что они есть союзники свободы, да, то есть свободы и прав человека, да, это важно, гражданина, да, это очень важно, это основа, на которой мы, вот-вот-вот-вот, мы все вот это вот, это вот наша, наша основа. Значит, Европейский Союз – это четвертый полюс, который появился, это по меньшей мере уже четырехугольник, это уже не треугольник, да. Что касается России в этом треугольнике или четырехугольнике, то Россия там занимает достаточно периферийную роль сегодня, потому что она полностью зависит от воли других, она зависит от воли Китая, да, но воля в Китае в чем состоит? Китай – прагматичная страна, Китай не будет вмешиваться в военную историю, я думаю, надеюсь и думаю, а Китай интересует экономические ресурсы, да, и рынок, скажем, России, будущий, потому что сегодняшний рынок России ничего не дает Китаю в сравнении с американским рынком и с европейским рынком. А что пытается сделать Путин? Путин пытается настроить всех против Америки. Да, это выгодно Китаю, да, это не сильно выгодно Китаю, да, это абсолютно не сильно выгодно Китаю. Поэтому вот эта вот вся конструкция, она очень шаткая. Я понимаю, что Евросоюз – шаткая конструкция. Я понимаю, да, что там очень большие разногласия, и не только Brexit есть примером, да, но там большие разногласия, но все равно там доминируют, там доминируют англо-саксонские принципы. Ведь интересно, да, даже вот заметьте деталь, которую я, когда вот был последний раз в Европарламенте, я когда им говорил об этом, да, они сами улыбались и не понимали. Я говорю, смотрите, Англия, Великобритания ушла, то есть Brexit состоялся, но язык-то их остался. Он все равно лингва франка, да, в Европейском Союзе. Да, вот как ни крути. Поэтому англо-саксонский мир, это мир все равно очень-очень тесно связан с континентальной Европой. Сегодня, я говорю сегодня. Украина есть очень важный фактор, да, в этой континентальной Европе, потому что если победит, как бы сказать, мировоззрение Путина, да, то тогда мы, у нас опять будет ситуация как минимум холодной войны, как минимум холодной войны, да, но уже с такой армией и с такой страной, которая вот уже может чем-то гордиться, чем-то пыжиться, да, что вот мы сумели в Украине достичь того, что мы достигли. Да, ну, я не думаю, что они достигнут в Украине того, чего не хотят, но они, конечно, они, конечно, опережают Украину сегодня так существенно. Поэтому я, вот я в этот треугольник не верю. Я думаю, что президент Байден, он, он, я думаю, что он бы, вот он лично, лично он, конечно, бы хотел поражения Путина. В этом нет никакого сомнения. Потому что, когда, вы помните, ему журналист задал вопрос, да, он убийца или нет, да, он убийца. Поэтому, то есть, тут нет никакого сомнения. Антураж, вот, вот люди вокруг, да, которые вокруг Байдена. Кстати, очень хорошая, ну, интересная, очень интересная вышли статьи в Washington Post в понедельник, которая там из двух частей, там очень серьезный анализ и военный, и политический. Я не знаю, Леся, может быть, нам даже на такую дискуссию, я даже тезисы выписал и выпишу, и что-то пишу, пригласить, не знаю, на следующей неделе Рустама, да, Рустама Гильзаде, да, может быть, да, потому что там есть военные аспекты, в которые я не хочу влезать, потому что такое... Я знаю достаточно много, но он знает гораздо больше. Вот. И вот украинское контрнаступление, вот то, что не произошло в этом году, что должно было произойти, да, что Украина должна была, по крайней мере, перерезать вот эту вот железнодорожную линию, да, вот там на уровне Татмака или на уровне, там, немножко ближе к Мариуполю, да, то есть этого не произошло. То есть вот, да, украинское наступление слегка захлебнулось, и сейчас у нас, как любят говорить люди, стратегический тупик. То есть ни одна из сторон не может, не может, не может позволить себе прорыв, да. А война на истощение, ясно, что это, ну, мы же видим, что это на пользу Путина, и что реально не вернули оборонку, не, ну, сколько раз можно повторять, да, там 30% бюджета, но, я думаю, это больше, это 30% это просто пойдет реально на военное производство, да, там все остальные, там, типа медицина военная и так далее, это будут еще дополнительные деньги. Вот, поэтому они, 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 они перестраивают, или уже перестроили свою экономику на военную экономику. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. То есть, Украина этого не делает, да, Украина не делает. Вот, вот украинская экономика, она не на военных рельсах. И народ Украины, насколько я понимаю, он, кто-то чувствует войну больше, кто-то чувствует войну меньше. Да, вот, опять-таки, вот в сегодняшнем Washington Post они цитируют достаточно, ну, такое, респектабельное агентство, да, информационное, которое говорит о том, что 650 тысяч молодых украинцев покинули страну, что люди в армию идти не хотят, что многие говорят, что зачем нам умирать за коррумпированных чиновников. Да, многие это говорят. Поэтому, как бы, да, то есть мы все время говорили о российской мобилизации и о бегстве от российской мобилизации и то, что лучшая часть поколения, оно уехало из России, да, но то же самое мы должны начинать думать об Украине, да, потому что молодые люди реально не хотят умирать. Да, это, ну, это как бы, да, поэтому Украине будет очень сложно. И поэтому я говорю, вот я настаиваю на том, да, я понимаю, что, и когда я говорю, что НАТО должно участвовать, я понимаю, что это будут разногласия, я понимаю, что это будет большая международная проблема и международного права и всего, и я это понимаю. Но, с другой стороны, заключение союзов, да, и как бы, да, с теми странами и теми правительствами и теми премьер-министрами или президентами, которые понимают угрозу России, да, она же реально есть угроза. Вот такого человека, как Путин, это, да, он же, наверное, не единственный такой человек там, да, жив он, не жив, да, ну, то есть, ну, это даже не в этом дело. Он же там не единственный такой, да, что, или на другом, что ли. Да, то есть, ну, понимаете, поэтому Россия всегда будет угрозой, Россия, пока Россия не перестанет быть империей, и пока она не будет демилитаризирована, главное, ядерное оружие, да, до тех пор Россия останется огромной, огромной угрозой для всей Европы, Европейского Союза и не только, да, поэтому я думаю, что рано или поздно сапоги НАТО должны будут быть на территории Украины, потому что иначе это будет, это будет, это будет европейская катастрофа. Ну, лучше намного раньше, чем позже, тем более, что уже, как мы сказали с вами, идет широкомасштабная война. Вот по поводу угроз, даже директор ФБР заявил, что никогда еще не видел столько угроз в адрес США, как сейчас. Он сказал, я вижу мигающие огни повсюду, куда бы я ни повернулся. Кристофер Рей сказал, что за всю свою многолетнюю карьеру он не припомнит времени, когда угрозы в адрес США были столь же серьезными, как сегодня. Ну, я думаю, это больше связано с газой, правду говоря, да, то есть с исламскими джихадистами. Я думаю, что с этим больше связано, чем с Украиной. Да, я думаю, что 11... Я там, помню, я тоже читал это сообщение, о котором вы говорите. Там кто-то из конгрессменов его спросил, конгрессменов или сенаторов, не припомню, простите. Значит, а вы имеете в виду, что может повториться 11 сентября? Да, на что он ответил, я вижу много красных этих огоньков. Да, вот. То есть, ну, это, в принципе, да, это в основном газа, конечно, да. Это в основном газа, где происходит абсолютная человеческая трагедия, да, там. И я там, с одной стороны, понимаю израильтян, с другой стороны, не понимаю. С одной стороны, я понимаю жителей газа, с другой стороны, я их не понимаю. в общем, ну, там сложно, сложно. Как всегда, на Ближнем Востоке очень сложно. А что будет потом? Что будет потом? Вот вопрос. Ну, мы по Востоку тоже поговорим сегодня, но я вот пока хочу там с американской темой закончить. Там вот-то есть еще такая одна информация, то, что сыну Байдена предъявили обвинение по второму уголовному делу о неуплате налогов. Его обвиняют неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов. И по этим статьям ему, если брать максимально, грозит 17 лет тюрьмы. Савик, а что это? Это политические преследования уже Байдена старшего? То есть, это предвыборная кампания? Нет, я не думаю. Во-первых, он добровольно вревелся. То есть, он добровольно пришел и все рассказал. То есть, это наоборот говорит о том, что он папе хочет помочь. Да, а если он будет осужден на 17 лет, то рейтинг Байдена вырастет серьезно. Да, то есть, я не думаю, что этот суд успеет так быстро произойти. но в принципе, ну да, ну знаете, в Соединенных Штатах Америки уход от налогов это самое-самое-самое такое, ну как вам сказать, серьезное преступление, ну кроме там убийства и так далее. Потому что, ну Соединенные Штаты так родились. Понимаете, налоги это самый интимный, это самый интимный момент между государством и гражданином. это уплата налогов. Да, и американцы, они так родились, они родились в этих общинах, да, они складывались на образование, они складывались на безопасность, вот и так далее, на поселение по большому счету. Да, и вот, и для них неуплата налогов это вот такое, ну вот такое преступление, которое они просто, знаете, вот скажем, в Италии этого нет. там другая, да, не, не, сейчас, сейчас в Италии гораздо лучше стало, да, потому что там и государство что-то начинает делать, и в общем-то в ковид государство сработало, да, поэтому доверия больше, но это должно быть доверие в государство. Но дело Берлускони продолжает жить. Дело Берлускони, знаете, дело Берлускони, это тоже, знаете, это как треугольник Киссинджера. То есть, Берлускони же был, понимаете, он же был человеком, который во внешней политике не играл вообще никакой роли. Вообще никакой. Да? А как же его любовь к Путину и с Путиным? Ну, это же любовь, это же не политика, это же другое. Я думаю, что его дружба с Путиным как раз на том и основана, что вот хоть какой-то признак величия, вот там царь России мой друг. сомнительная дружба, хотя бы это, потому что больше у него ни друзей, никого не было, да, и вообще итальянская внешняя политика сегодня это, я даже это говорю, вот, когда я выступаю на итальянском радио, я говорю, что итальянской внешней политики ее нет, нет, никто с ней не считается, ее нет, вот, понимаете, а вот, ну, это так, это мы отвлеклись, но что касается налогов и Байдена, да, поэтому налоговое преступление это серьезное преступление, конечно же, он может быть за это осужден и осужден на тот срок, о котором говорится, но и Трамп может быть осужден именно по этой статье. Там есть и Трамп посчитать те годы тюрьмы, которые ему грозят, там что-то 578 или 600 тут что-то там, ну, в общем, много. Много, но, понимаете, вердикт, вердикт, если он будет, да, ну, вовремя я имею в виду, вердикт сыну Байдена, это будет такой прецедент, что Трампу мало не покажется. Да. То есть это точно. вердикт, вердикт, это